Здравствуйте, меня зовут Наташа Фохтина, и я, как всегда, рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодняшний урок предлагаю посвятить технике декоративного рисования ванстрок, в переводе «один мазок». Как я уже говорила в предыдущих программах, что, изучив эту технику, даже неумеющий рисовать человек сможет украсить свой дом оригинальной росписью. Единственным условием для этого неумеющего рисовать человека является только то, что ему необходимо научить руку двигаться так, как надо. То есть запомнить основные правила нанесения краски на изделие и освоить схемы рисования простейших элементов, используемых в этой росписи. В общем-то, задача эта непростая, но вполне посильная. А если краски и кисти всегда будут у вас под рукой, и вы изредка будете тренироваться, то в скором времени начнете получать большое удовольствие от работы. Я в этом абсолютно уверена. А сегодня я решила как-то разнообразить наше обучение и вас порадовать, показав, как можно нарисовать тагильскую розу. Вот такой волшебный цветок. Он довольно сложен, поскольку состоит из множества деталей, но если их последовательно разобрать, то, в общем-то, и с этой работой справиться вполне можно. Замечу только, что вариантов написания этой самой тагильской розы огромное множество. Но на этом уроке мы рассмотрим только два способа, поскольку рамки программы нам не позволяют уж очень углубляться в эту тему. Посмотрите внимательно, например, на вот эти цветы. С первого взгляда видно, что сердцевины цветов и их внутренние лепестки у одной розы более острые, а второй нижние округлые. Изобразить это не так трудно. Зато вариативность ваших работ значительно обогащается разнообразными мотивами, что немаловажно для декоративной росписи. Ведь я уверена, что навряд ли вы хотите, чтобы все расписанные вами предметы были одинаковыми. Рассмотрим первую розу. Она состоит у нас из нижнего яруса лепестков, которые составляют одну треть от всего цветка. Их три. Вообще, я вам рекомендую прежде начать рисовать тагильскую розу, начертить круг, лучше воображаемый, и вписывать в него все элементы. Тогда рисунок будет пропорционально гармоничным. Итак, две трети нашего круга занимает верхняя часть цветка. Она состоит из шести боковых лепестков и сердцевины, которые мы можем тоже разобрать. На основной лепесток венчик, состоящий из верхнего и нижнего лепестка. Ну и шесть лепестков вот таких острых завершают нашу конструкцию. Конструкцию сложную, на мой взгляд, но очень симпатичную. Теперь роза вторая, не менее красивая, чем первая. Она также состоит из трех нижних лепестков и шести боковых. Но далее мы рисуем сначала три больших верхних лепестка, затем на них же, только чуть ниже, еще три. Краем кисти, обозначаем тычинки и завершаем цветок шестью передними лепестками, одни выше других. Вы их с легкостью изобразите, если вспомните, как мы в предыдущей программе рисовали лепестки клевера. На мой взгляд, все вполне доступно. И еще, чтобы учиться росписи вам было интереснее, то предлагаю сделать ее на обложке для паспорта из кожи или заменителя кожи. И замечу, чтобы ваш декор остался на изделии долгие годы, вам нужно добавлять к краске специальный медиум. От теории переходим к практике. Приготовим для работы акриловые краски, фиолетовую, розовую и белую. Синтетические кисти плоские номер 10, 13 и 15. Ну и тонкий лайнер для украшения росписи. Хотя его вы вполне можете заменить и тюбиком с белым объемным контуром. С ним изображение будет замечательно смотреться. Еще нам нужен объект для росписи. В данном варианте это обложка для паспорта черного цвета. И медиум. Я использую на коже медиум по ткани и могу дать ему только положительные рекомендации. Итак, начнем мы с обезжиривания нашей рабочей поверхности спиртовым раствором. Условие это необходимое, поскольку наверняка вам хочется, чтобы краски остались на изделии, даже после того, как вы их туда нанесете. Далее, можете сразу же приступать к росписи, если представляете от начала и до конца, как должна в итоге выглядеть ваша композиция. Если нет, то вот вам подсказка. Вырезайте из бумаги или кальки шаблоны и переносите их на изделие. Только не обводите их карандашом или ручкой, поскольку эти линии будут видны сквозь роспись. Рекомендую это делать вот так. Приложили, взяли кисть лайнер и белой краской вот так, обозначая по контуру, вы делаете белые мазочки. Такой вариант и удобен, и ни одной белой точки или штриха вы впоследствии не увидите. Они будут укрыты рисунком. Контур розы у нас есть, и мы можем переходить к его заполнению. Берем палитру с тремя цветами акриловых красок и на нее же наливаем медиум по ткани. Надеюсь, вы не забыли, что мы работаем с кожей, он нам здесь необходим. Далее мы берем кисть номер 13 и загружаем ее фиолетовой краской с одной стороны и розовой с другой. Растушевываем кисть на палитре вот таким образом. Добавляем на розовый край кисти немного белого цвета. Опять растушевываем, окунаем кисть в медиум. Делаем последнее движение по палитре и начинаем рисовать центральный нижний лепесток. Вот так. Он у нас состоит из двух деталей. И не забывайте, что рабочую поверхность лучше всего поворачивать, чтобы руке было удобнее двигаться. Ведь бегать вокруг стола утомительное занятие. Я всегда советую обходиться в работе без лишних трудностей. Далее перед каждым мазком мы на кисть наносим новую порцию красок и медиума. И продолжаем роспись. Изображаем боковые лепестки нижнего ряда. Они у нас тоже двойные. Нижнюю левую половинку удобнее рисовать горизонтально. А верхнюю развернув изделие вертикально. И обратите внимание, что с другой стороны мы проделаем те же операции, но наоборот. И еще хочу сказать, что эта группа из трех лепестков должна заполнить только одну треть от всего цветка. А теперь берем кисть номер 10. Нам нужно добавить в розовый цвет на кисти побольше белого акрила. И на нижних лепестках нарисовать вот такие блики. Они добавляют объемы цветку и делают его более интересным. Ну и можем переходить к лепесткам боковым. Мы рисуем три слева и три справа кистью номер 13. Краски на кисти только розовая и фиолетовая, без белой. Кстати, если у вас есть контур от шаблона на изделии, то работать вам будет очень просто. Рисуем вот так. Второй лепесток на первый и третий на второй. И теперь самое интересное. Мы должны нарисовать центральную часть нашей тагильской розы. Воспользуемся кистью номер 15. Ей мы рисуем вот такой большой лепесток. В розовую краску мы добавляем немного белой, чтобы этот фрагмент не слился с боковыми деталями цветка. А далее опять берем кисть номер 13 и выводим чашечку розы. Она состоит из двух деталей. Верхний и нижний. Ну и осталось нам только дополнить наш волшебный цветок передними лепестками. Они идут у нас в три яруса. Советую, кстати, добавить побольше белой краски к розовой, чтобы они выделялись. И кисть взять поменьше, например, номер 10. Субтитры подогнал «Симон» Вот такая тагильская роза мне по вкусу. Осталось ее только оживить белой краской с помощью тонкой кисти или объемным белым контуром. А вокруг фон ее украсить листьями и маленькими цветочками. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На мой взгляд и эта роза смотрится замечательно Хотя ее можно было бы сделать более мягкой и цветовой Например, как здесь, взяв только фиолетовые, розовые и белые цвета акриловой краски. Но это все на ваш вкус. Как и то, каким образом вы заполните фон изделия только листьями или добавите цветочков, таких как у меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, если ваша первая работа кажется вам не идеальной, то можете ее прикрыть декоративным эффектом. Например, таким, как напыление. Многим он еще знаком со школы, когда делая стенгазеты, мы наносили на зубную щетку краску и разбрызгивали ее. Попробуйте. Может, с таким декором ваше изделие будет вас радовать гораздо больше. И замечу, что если на фон изделия перед росписью нанести такие капли, то вещица может в итоге получиться очень интересной. Ну и мне кажется, что на сегодня вам вполне достаточно информации о том, что же такое из себя представляет эта волшебная тагильская роза. Мы сегодня рассмотрели только два варианта, как она может выглядеть. И сделали две вот таких замечательных обтушки для паспорта. Но на просторах интернета вы сможете найти и другие образцы. Самое главное, что научившись основным приемом, вы с легкостью сможете освоить любой подобный цветок. И замечу, что сможете это даже сделать на коже. Ведь вы теперь знаете как. И еще хочу напомнить вам о том, что одного урока и пристального наблюдения за работой мастера недостаточно, чтобы научиться декоративной росписи в технике одного мазка. Только после того, как вы будете тренироваться, вы получите твердую и уверенную руку. И вследствие этого чудесные работы, чего я, собственно, вам и желаю. И уверенная в том, что у вас все обязательно получится, прощаюсь с вами до новых идей. С вами была Наташа Фохтина. Всего доброго и до свидания.